Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторская рубрика Екатерина Соболь, меня, спойлер, меня на канале Рассмен. И сегодня я расскажу вам о вещи, которые имеют непосредственное отношение, и это видео, пожалуй, будет явно одним из моих любимых, если я не очень сильно запутаюсь в процессе, потому что я очень к нему готовилась, и мне ужасно интересно поделиться с вами своими открытиями на этом пути. Это будет видео об истории жанра фэнтези. Поскольку я сама никогда не задумывалась так плотно и конкретно над вопросом, какова история жанра фэнтези, мы все, знаете, знаем такие общие моменты, что Толкин, Властелин колец, все. Было понятно и интуитивно, что фэнтези зародилась где-то в середине 20 века, потому что Толкин, Льюис и все это 50-е годы, но при этом я решила копнуть глубже. Я решила выяснить, с чего все началось, куда оно идет, и сейчас я оглашу вам, каков будет наш план сегодняшней встречи. Я бы хотела поговорить о трех интересных вещах, и первый блок будет посвящен определению фэнтези, что вообще такое фэнтези. Никто не знает, что такое фэнтези, но что же это все-таки такое, об истории этого жанра в разных странах и о том, почему все-таки мы любим фэнтези, почему люди с незапамятных времен любили читать такие истории. Второй блок будет посвящен жанру фэнтези не только в литературе, а фэнтези в разных видах искусства. Фэнтези в живописи, тадам, фэнтези в видеоиграх, в музыке, в кинематографе и так далее. И третий блок будет посвящен тому, каково современное место фэнтези, куда, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, оно движется. И также в третьем блоке я расскажу вам о своем самом любимом современном фэнтези-романе. Жалко, что у нас не стрим, а то я бы сейчас дала подсказку, и вы бы пока писали в комментариях, как вы думаете, что это за роман. Подсказка, вы можете пока думать. Он вышел в 2015 году на английском языке и в 2016 году на русском. И этот роман, на мой личный вкус, очень много показывает нам о том, куда жанр фэнтези двинется в ближайшее время. Итак, давайте приступим. Первый блок. История жанра фэнтези. Я, когда изучала этот вопрос, я отмечала для себя моменты, которые меня как-то особенно заинтересовали, задели, и какие-то мысли, которые мне показались очень интересными. В частности, определение жанра фэнтези. Определения жанра фэнтези очень разные. Их очень много, начиная от того, что жанр современного искусства — разновидность фантастики. Ну, это, в общем, нам ни о чем не говорит. Есть определение, состоящее в том, что это современное переосмысление сказки и эпоса, мифологии. Есть определения более связанные с тем, что это постмодернистское, то есть современное осмысление сказки и фэнтези, в котором обязательным элементом является, и то, что отличает его от сказки, это то, что механика волшебства объясняется. Волшебство — это не просто чудо, которое происходит, вот шел Емеля и увидел щуку. А оно объясняется. То есть волшебство подчинено каким-то законом, это какой-то способ существования описываемого мира, и это сближает фэнтези с научной фантастикой. Но мое самое любимое определение, которое я увидела где-то, состоит в следующем, что фэнтези — это попытка убежать от цинизма современного мира, от власти машины и политики. Как мы знаем, по «Игре престолов» от власти политики не каждому фэнтези удается убежать, но, тем не менее, тем не менее, это определение, мне кажется, много говорит о том, за что мы любим фэнтези. Это действительно наша попытка убежать от цинизма мира машины и политики. Это попытка окунуться в волшебство взрослыми, потому что для меня фэнтези — это сказка для взрослых, несмотря на то, что дети читают фэнтези, несмотря на то, что взрослые тоже читают сказки. Но при этом фэнтези, оно отличается от сказки тем, что оно не настолько наивно. Вот это очень важный вопрос, к которому в одном из своих эссе привлекал внимание Толкин. Казалось бы, фэнтези — это история о волшебстве, о светлых силах и их победе над темными, но, тем не менее, Толкин писал, а он знал все жанры фэнтези, он сам практически его создал в современном его выражении, он писал, что в волшебной истории очень много может испортить детская наивность и такая, знаете, авторская интонация «Ну вот, малыш, сейчас я расскажу тебе, как надо правильно жить». То есть излишний морализм, морализаторство и чересчур детская наивность — это то, что, по мнению Толкина, портит фэнтези. Поэтому для меня в этом одно из основных отличий от детской сказки. Итак, когда я размышляла и читала об истоках жанра фэнтези, меня впервые поразил мысль, это как бы на поверхности, но при этом я никогда об этом не думала, что фэнтези по своим идеалам, по своей идеологии происходит от рыцарского романа. Фэнтези взяло от рыцарских романов Средневековья стремление к идеалу А, мотив квеста Б, то есть герои очень часто в фэнтези путешествуют куда-то с какой-то целью, мотив неких волшебных предметов, которые ищут герои, артефакты, которые спасут их мир — это чаша Грааля в Средневековых романах, и это всевозможные предметы в современном фэнтези — это три. И в целом идеалы благородного героя, который должен спасти не только себя, а все свое сообщество. Также в рыцарских романах впервые появляется тема некого светлого королевства, некой такой мечты о прекрасном утопическом месте, в котором все счастливы, в котором все хорошо, и противоборствующего ему королевства тьмы, с которым из последних сил борются добрые герои. Вы в этом уже можете видеть массу отсылок к современному фэнтези. И одним из романов, который мне, кстати, показал, что действительно есть что-то в том, что отцом современного фэнтези надо считать этот роман, а даже не «Властин колец», «Властин колец» именно современного фэнтези, а в целом это «Смерть Артура», «Томаса Меллори», «Великобритания», «15 век». Действительно, насколько я помню эту книгу, в ней очень много от современного фэнтези. Здесь есть мифология и попытки осмыслить свое место в мире, борьба света и тьмы, благородный герой. И также уже в средневековом фэнтези, назовем его так, появляется мотив разных рас и волшебных существ, волшебников, доброго волшебника, помогающего главному герою. Все, что потом фэнтези XX века возьмет от него. Итак, давайте теперь посмотрим на историю литературы, начиная от Средневековья, через призму фэнтези, через взгляды общества, которые находили свое отражение в литературе. Представьте, XV век, средневековый рыцарский роман, расцвет идеалов рыцарства, благородства, прекрасные дамы, борьбы света против тьмы, Томас Меллори «Смерть Артура» и также роман Ариоста, итальянский роман «Нистовый Роланд», который был очень популярен в XVI веке. Потом историческая формация запменяется, и на смену этим благородным идеалам рыцарства приходит век просвещения, когда ценится прогресс, разумное осмысление действительности, и все эти истории забываются. Это больше не в тренде, это больше не на повестке дня, пора отказаться от веры в эти наивные сказки, просвещение, ура. Но это время заканчивается, начинается XVIII-XIX век эпоха романтизма. И в эпоху романтизма буйно расцвел интерес к национальным культурам Средневековья. Андерсон в Дании основывал свои сказки на традиционных сказках своего народа. В Норвегии, например, опера «Пергюнд» – это тоже попытка осмыслить осмыслить свое литературное и мифологическое наследие Эдвардом Григом. В Германии самым бурным цветом расцвело фэнтези эпохи романтизма. Это братья Гримм, это Гауф, это Гоффман. В Германии все просто писатели известны того времени, начиная с на буквы Г. Вагнер в музыке тоже очень много брали от мифологии и создавали еще один предвестник жанра фэнтези – романтическую литературу, музыку и живопись XIX века. Потом опять на какое-то время это было забыто, но потом начался XX век. Начался XX век, эпоха модерна, самое начало XX века. Опять, особенно в Британии в этот момент, внезапно всколыхнулся интерес к национальной культуре, к мифологии, и потом под воздействием мировых войн людям стало резко не до того, и опять все это пошло на спад. Но после большой войны людям хочется добра, людям хочется сказки, людям хочется чего-то уютного и хорошего. Им хочется истории, которая отразит их опыт борьбы с фашизмом, но в какой-то более доброй и более такой светлой, позитивной форме. И великая фэнтези – это послевоенная литература. Это поражает меня каждый раз, когда я об этом думаю, что фэнтези было создано не людьми, которые просто, знаете, в своем прекрасном мире сидели у себя дома, никогда не видели никаких проблем, и просто мечтали об эльфах, и о красоте, и о волшебных королевствах. Это литература, которая была создана в XX веке людьми, которые пережили две мировых войны. И это была литература, которую в то время, Толкин опять спасибо за это определение, называли литературой эскапизма, от английского слова escape – побег. То есть это была попытка побега от реальности, попытка какого-то осмысления своего травматического опыта через призму волшебства, через призму того, что все будет хорошо. И вот мы подходим к самой важной вехе истории фэнтези – XX век. Толкин «Властелин колец» и Льюис «Хроники Нарни». Здесь я хотела бы сказать, что Толкин очень много сделал для этого жанра на самых разных уровнях. Он не только написал роман «Властелин колец», настоящая взрослая фэнтези, высокий эталон этого жанра, но и также написал первое детское фэнтези «Хоббит», написал первые эссе, объясняющие, что такое фэнтези, эссе волшебной сказки, например. Он писал интереснейшие постмодернистские сказки, например, «Кузнец из Большого Вуттона». И вообще он сделал для этого жанра все с самых разных сторон. Поэтому с полной справедливостью и по праву мы считаем отцом современного фэнтези Толкина. Не будем забывать, что он был не только писателем, но и мифологом, лингвистом, исследователем языков и мифологией. Поэтому все предыдущие ступени этого жанра, о которых мы поговорили, безусловно, были ему знакомы. Он читал все эти первоисточники и на плечах этих колоссов воздвиг свой новый жанр фэнтези. И во втором блоке нашей встречи я хотела бы рассказать о том, как жанр фэнтези реализуется не только в литературе, но и в других формах искусства. Я вспомнила еще одну очень интересную вещь, которую хотела бы рассказать о фэнтези Российской империи. Потому что, изучая этот вопрос, я выяснила, что есть в нашей истории, в истории еще девятнадцатого века, такой писатель Александр Вильтман, который написал то, что считается первым русским фэнтези, роман под названием «Кощей бессмертный» в 1833 году, и роман под названием «Святославович. Вражий питомец» в 1836 году. Вот оно, славянское фэнтези, друзья. Оно появилось раньше, чем мы думали. Итак, давайте поговорим о фэнтези в кино. Многие связывают расцвет жанра фэнтези в современном мире с развитием кинематографа, с тем, что истории фэнтези впервые в развитии человечества, в развитии кино люди научились экранизировать, технологии дошли до этого уровня. Но, тем не менее, как ни странно, удачных примеров фэнтези-кино гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Да, безусловно, «Властелин колец». Но, в целом, этому жанру удивительно, как многие критики пишут, удивительно не везет с экранизациями. Потому что очень часто, экранизируя фэнтези, люди, создатели этого кино, они много внимания уделяют технической стороне, и история таким образом проседает. История получается слишком наивной, слишком банальной. И уверена, не буду переходить на конкретные примеры, но уверена, что каждый в своей жизни видел примеры неудачного фэнтези-кино. Поэтому я уверена, что у фэнтези-кино все впереди. Оно еще всем нам покажет, на что оно способно. И также уже в современном мире, в этот момент, нам начинают показывать, на что они способны, видеоигры, в которых фэнтези является одним из основных направлений. Особенно в RPG, играх многопользовательских, в которых фэнтези с его богатством локаций, с его богатством рас и персонажей, конечно, отлично смотрятся. И есть множество игр, мне первыми приходят на ум Elder Scrolls, как по-русски они переводились, древние свитки, и Warcraft, безусловно, которые являются отличными примерами игр в жанре фэнтези. Поэтому я считаю, что игры в будущем сделают многое для жанра фэнтези, и еще поднимут его на новые высоты. Жанр фэнтези существует даже в музыке. И в России свой расцвет он переживал, мне кажется, где-то в 90-е и нулевые, когда появился целый жанр, вот кому бы рассказали в советское время, никто бы не поверил, что появится новый жанр бардовской песни, то есть авторской песни под гитару, который будет слегка основан на фэнтези-мифологии. Йовин, канцлер Ги и многие другие прекрасные артисты работали в этом жанре, и меня восхищает то, что непосредственным преемником жанра советской бардовской песни, вот этого жанра типа «лыжи у печки стоят», стала фэнтези-песня. Если никогда не слушали, послушайте, там есть просто прекрасные вещи. Мильницу, кстати, давайте также вспомним. И в живописи мне сразу приходит в голову прерафаэлиты начала 20-го века. Они, конечно, не считали себя фэнтези-художниками, но, тем не менее, драконы, странные существа, встречи красавиц с гномами и прочие атрибуты жанра фэнтези у них, безусловно, присутствовали. Я хочу таким образом показать, что фэнтези проникла во все жанры, во все области нашей жизни, и у него большое будущее. И, говоря о будущем, в третьем блоке нашей встречи я хотела бы поговорить о настоящем и будущем жанра фэнтези. Для меня, как для автора, работающего в жанре фэнтези в том числе, это очень важный и очень интересный вопрос. Куда же этот жанр пойдет дальше? Мне кажется, что уже очень многое было сказано в этом жанре, но, тем не менее, я постоянно вижу вокруг примеры каких-то новых преломлений этого жанра и новых идей, которые разные авторы в него привносят. Также я очень верю в видеоигры. Я верю в то, что видеоигры — это великолепная платформа для развития жанра фэнтези. Недавно я в каком-то видеоэссе на YouTube на другую тему видела пример, где рассказчик, обзорщик, блогер рассказывает о том, почему видеоигры — это жанр искусства. И он приводит пример какой-то фэнтези игры, к сожалению, не забыла, как она называется, в которую он играл, и говорит о том, что в этой фэнтези-игре очень много маленьких таких скрытых жемчужин для того, кто хочет просто ходить по этому миру и исследовать его. Не только те вещи, которые могут принести тебе какой-то профит в игре, но и просто это мир, по которому можно путешествовать, и в котором создатели оставили множество прекрасных маленьких сценок и зарисовок просто для погружения в этот мир. Например, он рассказывает, что если сойти с дороги с основной в одном из моментов игры и просто ходить по городу, исследуя его, в который ты попал, потому что это, в общем, ничего тебе не приносит, ты рано или поздно попадаешь в некий монастырь, в котором монахи поют свое приветствие солнцу. И эта прекрасная песня, она незачем не нужна тебе по ходу игры, и ты можешь просто стоять, слушать ее и восхищаться. И если ты приходишь по игре туда в разные моменты дня, то они поют разные песни. И это, мне кажется, в этом есть очень много от того, за что мы любим жанр фэнтези. Он не только про сюжет, но и про погружение в мир. И также, как и обещала, я расскажу вам о романе, который для меня представляет собой прекрасный взгляд в будущее литературы фэнтези, 2015 год. И это роман Кадзуо Исигура «Погребенные велика», который произвел на меня огромное впечатление. Это безусловное фэнтези, это абсолютнейшее фэнтези, но, тем не менее, оно очень постмодернистское, оно очень необычное и очень интересно осмысляет все те вещи, которые нам уже во многом приелись. Какие-то очень стандартные архетипы фэнтези, оно осмысляет абсолютно по-другому. Как обзорщик какой-то газеты, Guardian, по-моему, написал об этой книге, это «Погребенный великан» — это игра престолов с включенной совестью. И это прекрасное определение, это история про не то чтобы даже политику, это история, происходящая, безусловно, в волшебном мире, в том самом мире артурианских легенд, с которого мы начали нашу историю. И это история о памяти, о забвении, о волшебстве и о том, как мы, переходя из одной исторической эпохи в другую, забываем то, что происходило в предыдущей. Я, безусловно, рекомендую этот роман каждому. Пожалуйста, не проходите мимо, если вы любите фэнтези, попробуйте. «Погребенный великан» — это лучшая книга, которую я прочла в 2018 году, и до сих пор уже 2019 заканчивается, а я все еще помню это впечатление, все еще свежо во мне. Спасибо вам огромное! Мне было очень приятно рассказать о жанре фэнтези. Также я сейчас вспомнила одну маленькую вещь о том, что архетип хороших в фэнтези устоялся гораздо меньше, чем архетип плохих. И тоже это, мне кажется, одним из путей развития этого жанра в будущем, потому что у плохих парней в фэнтези есть такая определенная атрибутика — плащи с капюшонами, черный цвет, какие-то ужасные существа вокруг них. А вот у хороших гораздо менее устоявшаяся атрибутика и гораздо менее устоявшийся стиль. Поэтому желаю вам всем, и нам, и мне, хорошего стиля, стильных героев фэнтези в будущем, как хороших, так и плохих, постмодернистского переосмысления знакомых историй. И я уверена, что если мы встретимся с вами через 20 лет, мы поймем, что фэнтези превзошло все наши ожидания. Спасибо! Постскриптум — розыгрыш! Друзья, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и, пожалуйста, напишите в комментариях о вашем любимом фэнтези. Трое счастливчиков получат три любые фэнтези-книги издательства «Росмен». Каждый счастливчик получит по любой книге издательства «Росмен». Всего три лота мы разыгрываем. Не проходите мимо такой потрясающей возможности выиграть какое-то новое для себя фэнтези. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...